Если корни ваших орхидей закуклились, тогда вам точно стоит попробовать этот полив с добавлением трех препаратов из аптеки. После первой же процедуры обязательно корни отреагируют. Для достижения моего результата вам понадобится несколько процедур полива орхидей с добавлением в подкисленную воду, йода и перекиси водорода. Такой полив орхидей я называю полив-трио препаратами из аптеки. Обратите внимание на эти корни. Они раскуклились, они живые, они пробужденные, активные, быстро развиваются. И все это получено благодаря такому поливу, как... Я сначала готовлю подкисленную воду из расчета 2 грамма лимонной кислоты на литр воды, добавляю 2 капли спипетки йода 5% и добавляю 1 столовую ложку ровно 15 мл перекиси водорода 3%. И присмотритесь, порадуйтесь вместе со мной этим результатом подростка орхидеи из Европы. Который раньше рос в торфстакане, а сейчас произрастает, очень успешно развивается в моей новой системе посадки, закрытой с добавлением пенопласта и использованием таких компонентов субстрата, как кара сосновая, кокосовые чипсы, древесный уголь, керамзит, моксфагнум. Все это в совокупности, безусловно, повлияло на конечный результат. Корни орхидеи прут со всей скоростью. Я могу наблюдать за ними бесконечно, потому что каждый день, когда я контролирую, как развивается эта орхидея с момента посадки, как происходит ее адаптация, то, конечно же, я не могу нарадоваться этим первым результатом. Корни очень активно пробудились, несмотря на то, что они испытали стресс после новой системы посадки. И закрытая система посадки с использованием моих компонентов и предложенного мною варианта использования пенопласта для дополнения разрыхления. А самое главное, такой триополив сыграл решающую роль. И перекись водорода и йод, особенно в подкисленной воде, производят настоящий фурор в орхидееводстве. Именно поэтому я настоятельно рекомендую для того, чтобы разбудить корни орхидеи этой осенью, вам обязательно стоит хоть раз попробовать такой триополив препаратами из аптеки. И корни ваших орхидей наконец-то проснутся после летней спячки и начнут быстро расти для того, чтобы уже заложить цветоносы в новый осенний сезон.